Вечер в воскресенье в эфире итоговая программа АПТА. Я, Наталья Хоменко и мои коллеги расскажем, чем запомнились уходящие 7 дней. Смотрите сегодня в выпуске. Приоритетный план развития, инвестициям, особая роль. В инвестпортфеле Алматинской области этого года 70 крупных проектов. Поднимать экономику, соблюдая карантин. Амандык Баталов определил ряд приоритетных задач того, как дальше в условиях продолжающейся пандемии будет жить область. Большой ремонт в области развернулась масштабная работа по реконструкции объектов образования, сроки и качества строительных работ на особом контроле. Важное назначение во главе областного телеканала ЖЦСУ новый директор. Летние планы под вопросом? Вместо заграничных пляжей отечественные курорты на Алакольском побережье полным ходом идет подготовка к туристическому сезону. Откроется ли он? Флаг, герб и гимн. На этой неделе казахстанцы отметили День государственных символов страны. Ровно 28 лет назад в республике впервые утвердили новую официальную атрибутику независимого государства, которые стали олицетворением главных ценностей страны. Это единство, мир, согласие, свобода и стремление в светлое будущее. 4 июня первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал соответствующий указ. В разработке госсимволов ельбасы участвовал лично, принимая во внимание все поступившие тогда проекты. Специально созданная комиссия отбирала лучшие варианты. А одного только флага поступило около 700 эскизов. Но то, что наш флаг небесно-голубого цвета – заслуга Нурсултана Назарбаева, отмечают историки. Ельбасы остановился именно на этом цвете, отметив, что это цвет нашего великого народа. Это культура великой степи. Идею ельбасы подхватил Шакен Ниазбеков и воплотил ее в реальность. Именно он является автором казахстанского флага. Автором же герба стал жандарбек Малибеков. Он вспоминает, что свою непосредственную роль сыграл Нурсултан Назарбаев и в создании герба, предложив добавить в эскиз пятиконечную звезду, как символ возрождения новой независимой страны. Ну и, конечно, всем известно, что первый президент стал соавтором нынешнего гимна, строки которого так близки каждому казахстанцу. С первых нот он вызывает чувство истинного патриотизма и гордости за свою страну, флаг которой сегодня известен всему миру. Музыка Музыка Поздравляю граждан Республики Казахстан с Днем государственных символов. Герб, флаг и гимн альцитряют высшие ценности нашей независимости. Мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа. Касым Жомар Токаев, президент Республики Казахстан. И далее к теме, которая продолжает будоражить весь мир. Коронавирус. Не только унес сотни жизней, по последним данным, это уже свыше 380 тысяч человек во всем мире, но и привел к тяжелому кризису. Сегодня, отмечают специалисты, необходимо научиться жить в новых реалиях времени и в первую очередь подумать, как поднять экономику и обезопасить население. Правительством Казахстана начата работа по оживлению экономики. Инвестиция – особая роль. Именно за них предрекают аналитики обостриться мировая конкуренция в ближайшем будущем. А потому инвестиции в новом комплексном плане по восстановлению отечественной экономики рассматриваются как один из ключевых драйверов, подчеркнул Оскар Мамин на прошедшем в четверг селекторном заседании Координационного совета. Принятие активных мер по реализации новых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики потребовал от ответственных лиц глава правительства. Оскар Мамин подчеркнул, что ранее поставленные задачи по увеличению к 2025 году объемов инвестиций в основной капитал до 30% ВВП никто не отменял, а потому поручил центральным государственным и местным исполнительным органам в кратчайшие сроки актуализировать пул инвестиционных проектов и найти новые механизмы привлечения бизнес-вложений. Одну из главных в этом ставок делают именно на Алматинскую область. Регион давно и прочно завоевал славу как одного из самых инвестиционно привлекательных и комфортных по взаимовыгодным условиям сотрудничества. Так, с начала текущего года в области введено 6 крупных проектов. Общая сумма инвестиций составила свыше 11 миллиардов тенге. Создано почти 500 новых рабочих мест. А это только начало. В инвестиционном портфеле области еще порядка 70 проектов, а это свыше 350 миллиардов тенге привлеченных инвестиций и более 5000 новых рабочих мест. Реализовать их намерены до конца. А этого года все они на личном контроле Акима области, который поручил ответственным лицам держать под пристальным вниманием каждый проект, а их реализацию осуществить в срок и качественно. Тайсон Групп досконально отрабатывает и жит сухой на особом контроле. Все досконально до конца отработает. Но здесь одно замечание. Здесь ни одного проекта нет, который реализуется на территории СЭС-Харгус. Почему? Готовьте совещание по СЭС-Харгусу. У нас там должны быть мощные проекты. И в основном там на территории СЭС-Харгус все эти иностранные компании. И на этой же неделе Аким области встретился с новыми инвесторами. Держат они курс на рыбоводство. Заняться ими в промышленных объемах хотят в Янбекши-Казахском районе. Местная река Исык для этого удачный бассейн, уверяют предприниматели. До 1000 тонн радужной форели в год планируемые объемы нового предприятия, рассказал главе региона, его руководитель. В условиях прудового хозяйства форель активно размножается и в успехе перспективного проекта сомневаться не приходится. Но есть одно но. Особые условия строительства в природоохранной зоне. Аким области поручил ответственным лицам изучить все нюансы и оказать предпринимателям содействие в реализации успешного бизнес-плана. Если в соответствии с законодательством строительства рыбоводческого хозяйства в русле реки будет невозможным, необходимо рассмотреть другие варианты, но обязательно воплотить в жизнь инвестиционно привлекательный проект. Как ты не можешь водоохранную зону строить? Оттуда парк пустыни построишь? Да, ты что-то с вами. Поэтому им надо так. Эти водоохранные сожжения, они не подразумевают строить несколько уровней. 5, 6, 7 этажей. Они все в основном на нулевой отметке. Позрастные. Наоборот, тюмен-казат, там укрепление только железобетонное. Да, что это с вами. И все. Сендерба? Вот в этом плане мы должны вот это все и этому Бави, другим всем объяснить. Своей стороны оказать им поддержку. Кумик-курсы и тумика. Хотя чисто как инженер был. Поставить в привлечении инвестиции во главу угла поручил Аким области и Акимом на местах. А также озвучил еще целый ряд основных задач, направленных на реанимирование экономики во всех отраслях региона. Одно главное условие – поднимать экономику, соблюдая строгий карантин. Послабление мер привели к ухудшению ситуации. Статистика заболеваемости поползла вверх. Всему виной пренебрежение правилами безопасности. Аманек Баталов на этой неделе подверг жесткой критике работу ряда ответственных лиц и служб за контроль по исполнению карантинных мер. Прежде всего, здоровье населения подчеркнул Аким области. А вместе с тем, определил ряд приоритетных задач того, как дальше в условиях продолжающейся пандемии будет жить область. Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон мировой экономике. И сегодня в нашей стране принимаются все меры для стабилизации ситуации. Как отметил в своем выступлении Акима в Матинской области Аманда Баталов, основная задача – в целом поднять экономику, создать рабочие места и помочь людям. Мы готовы открывать новые производства на сегодняшний день. Алацемь. Там будет тысяча с лишним человек работать и большой объем будет производить. Сейчас уже Лукою получил разрешение экспортировать свою продукцию. Вчера об этом тоже говорили во время заседания правительства. Сейчас задача стоит, и правительство перед нами ставит задачу, чтобы мы занимались привлечениями инвестиций и новые производства открывать. В Алматинской области в этом направлении ведется большая работа. Уже в этом году объем инвестиций в основной капитал составил около 123 миллиардов тенге, что выше показателей за аналогичный период прошлого года более чем на 7,5%. Кроме того, в регионе большое внимание уделено реализации государственных программ. Одной из таковых является дорожная карта занятости, в рамках которой реализуется 977 проектов. Так в районах области активными темпами идет строительство различных объектов, в том числе больниц и школ. Все это находится под контролем руководства края. Каратальский, Индуший, Казахский и город Алдыкурган объекты образования посмотрел. Амудр Абач, здесь хотелось бы поручить протокол бить, поручение, чтобы все акимы районов пересмотрели график производства работ, потому что все объекты образования стоят в завершении работ на ноябрь месяц. Учебный год у нас начинается в сентябре, прошу всех пересмотреть и завершение работ поставить на 10 августа, потому что, в принципе, мы успеваем. В ходе селекторного совещания были подняты вопросы подготовки туристических объектов, организации летнего отдыха, проведения единого тестирования. По всем пунктам работа в регионах области ведется активная, с соблюдением правил карантина. Сегодня особое внимание необходимо уделить безопасности населения, отметил Аким области Амандык Баталов. К сожалению, ослабление карантинных мер, введенное в конце мая, отрицательно сказалось на статистике заболеваемости. Вчера я проехал по городу, как будто вообще нету здесь коронавируса. Купальный сезон мы не открыли, слушай, сказали с 13-го числа. Все люди в этом бассейне, вон, по некоторым областным центрам, по некоторым городам, наоборот, заново усиление идет карантинных этих мер. Не расслабляйтесь, не шутите. Указав на недочеты и недоработки со стороны аппарата, Аким области поручил взять ситуацию на особый контроль. Надежда Белова, Жисул Ченгинжинов, телеканал ЖТСУ. Колоссальные усилия сегодня предпринимает руководство области, чтобы сдержать распространение опасной инфекции и удержать на плаву малый и средний бизнес. С прошлой недели практически все объекты бизнеса возобновили свою работу. Кроме торговых домов, которые заработали еще раньше, парикмахерские, фиснес-центры, летние кафе и рестораны. Руководство пошло навстречу и предпринимателям, и нам с вами, разрешив просто гулять. Но с одним главным условием – строгое соблюдение карантинных мер, социальное дистанцирование и обязательное ношение маток. Это прежде всего забота о нашем с вами здоровье. Но многие просто пренебрегли этим требованиями. И вот вам результат – рост заболеваемости. Ну и как предупреждали ранее, карантин будет усиливаться в зависимости от ситуации. Она сегодня в области сложилась непростая. А потому, как стало известно, в конце этой недели в Алматинской области вновь вступает в силу ряд карантинных ограничений. Подробности узнали мои коллеги. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Алматинской области на сегодняшний день составляет более 400 человек. За последнюю неделю общий прирост заболеваемости вырос до 4,5%. Для сравнения, до послабления карантинных мер этот показатель держался на отметке 2,5%. Статистика отнюдь не радужная. Если число заболевших будет расти, местные власти будут вынуждены вернуть усиленный карантинный режим. Я, как главный государственный санитарный врач, вынужден буду вернуть усиление карантинного режима. То есть, обратно восстановить санитарные посты между районными городами. Значит, запретить работу отдельных объектов, торговых домов, ограничить режим общественного транспорта. Почему? Потому что не соблюдается все-таки там масочный режим, превышает население ограничения данным. Там мы предписывали только на сидящие места и стоя ездим. В настоящее время по территории всей области мобильные группы из представителей санэпидслужбы, Акимата, прокуратуры и департамента полиции на ежедневной основе проверяют строгое соблюдение карантинного режима. Если ранее члены комиссии ограничивались лишь предупреждениями, то теперь на нарушителей будут налагаться штрафы. Суммы варьируются от 5 до 500 МРП. Отметим, поэтапные послабления карантинных мер позволили возобновить работу множества объектов сферы услуг. Однако риск заразиться коронавирусной инфекцией еще остается. И согласно постановлению главного санврача области, бизнесмены должны следить за соблюдением санитарных норм в своих учреждениях. Как выполняются требования? На уходящей неделе рабочие группы проверили в Жамбылском, Карасайском и Ильицком районах. И как показал рейд, в алматинских регионах более ответственнее относятся к соблюдению санитарных норм. Все карантинные мероприятия согласованы и действуем согласно постановлению главного санврача Республики Казахстан. Это обязательный масочный режим, это обязательная проверка температуры на входе. У крупных арендаторов тоже стоит проверка на входе температуры. Также у нас стоят так называемые туннели с дезраствором, которые опрыскивают людей при проходе в море опор. Бутики одежды, мясные павильоны, магазины хозяйственных товаров. Члены комиссии тщательно проверяют каждый объект. И ситуация на рынках области, как показывает рейд, нормализована. У входа в здание измеряют температуру, просят обработать руки антисептиком. Во всех помещениях размещены таблички с просьбой соблюдать дистанцию. Да и персонал ознакомлен с санитарными нормами. Это, как признают соответственные лица, результат разъяснительной работы среди населения. Мы администрация рынка ТАУП в связи с коронавирусом работаем сейчас усиленно. С 7 часов утра мы занимаемся до 10 часов подготовкой. То есть обновляем санитайзеры, дезбарьеры, приготовляем маточный раствор, дезраствор. И также инструктируем продавцов нашего рынка о соблюдении правил ветеринарно-санитарных требований. Чтобы у каждого было в запасе по 5 масок, по 5 перчаток, чтобы санитайзеры были в рабочем состоянии. А вот в Талдыкургане ситуация иная. Люди попросту не соблюдают санитарные нормы. В общественных местах можно увидеть группу людей, не соблюдающих дистанцию. А про маски можно только молчать. Соответственно, если ситуация будет ухудшаться и далее, власти будут вынуждены усилить карантинные меры. А это вернет общество к тому ритму жизни, что был месяц назад. То есть закроются торговые центры, кафе и рестораны, приостановят свою деятельность автобусы. И в связи с этим необходимо просто помнить, что все зависит от каждого из нас. Азаджу Маханов, Жаслан Шенкенже, телеканал ЖТСУ. С соблюдением всех санитарных требований пройдет и единое тестирование. В этом году стартует оно 20 июня и продлится по 5 июля. В нем примут участие более 130 тысяч выпускников. Уже подготовлено 1200 аудиторий и 161 пункт проведения. Утверждена и пошаговая инструкция. Готовность к ЕНТ обсуждалась на этой неделе на уровне правительства. Глава Кабмина Оскар Мамин поручил обеспечить качественное проведение тестирования и главное – предпринять все меры безопасности. Так, для минимализации рисков распространения коронавирусной инфекции будут предприняты 5 мер защиты. Прохождение тестируемого через дезинфицирующий туннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером, контроль измерения температуры, предоставление одноразовой маски. Порядок входа в пункты проведения ЕНТ позволит обеспечить расстояние между тестируемыми не менее 2 метров. Будет организована онлайн-трансляция, тем самым обеспечивается прозрачность и открытость процесса. Данные требуемые стандарты будут реализованы качественно и в Алматинской области, доложил главе Кабмина Аманда Кбаталов. В этом году количество выпускников Алматинской области составляет 15,5 тысяч ребят. 11,5 тысяч из них, то есть 73% намерены сдавать ЕНТ. 84% участников ЕНТ намерены пройти тестирование на казахском языке, 16% на русском и 5 учеников на английском. В области определены 16 пунктов проведения ЕНТ. Каждая соответствует требуемым стандартам. Для учеников из отдаленных населенных пунктов будет обеспечен транспорт для перевозки, проживания и питания. Из бюджета предусмотрено 115 миллионов деньги. Алматинская область полностью готова к проведению единого национального тестирования. Остается пожелать успехов всем, кто готовится к главному экзамену и отметить, что в этом году выпускники будут сдавать единое тестирование без вопросов из программы 4-й четверти 11-го класса. А вот требования о запрещенных предметах на экзамене ужесточили. Если такие обнаружат, у поступающего результаты тестирования будут аннулированы. А тем временем в области уже приступили к подготовке к новому учебному году, развернув на объектах образования большой ремонт. В этом году порядка 400 объектов образования пройдут реконструкцию. 37 из них подлежат капитальному ремонту. Качество и сроки ремонтных работ на этой неделе проинспектировал заместитель Акима Алматинской области Батаржан Байжуманов. Капитальный ремонт областной специальной школы-интернат для детей с нарушениями слуха один из крупнейших проектов, реализуемых в рамках дорожной карты занятости. Реконструкцию пройдет не только здание школы и общежитие, но и вся прилегающая территория, стадион, а также инженерные сети. Объем работ большой, а потому необходимо задействовать как можно больше рабочей силы. Имеющихся 90 человек на объекте недостаточно, отметил заместитель Акима Алматинской области Батаржан Байжуманов. Сегодня, вы говорите, 90 человек работают. Через центр занятости сколько? 40 человек. В любом случае надо увеличивать. Через центр занятости побольше людей врачу. Главная задача дорожной карты занятости – это занять людей. Правильно? В период пандемии у нас высвобождение рабочей силы было. Сейчас они должны все работать. Хорошо? Средняя заработная плата? 150. 150. Хорошо. В общежитиях школьники и студенты должны чувствовать себя как дома, отметил заместитель Акима Алматинской области. Создание уюта и комфорта – главный приоритет. У нас полностью окна меняются, отопительная система, электричество полностью, все двери, затем полностью душевые кабины делаются. И по СНИПу у нас на первом этаже полностью будет для людей ограниченной возможности, потому что у нас тоже студенты обучаются, будет предусмотрена комната. И пандусы, все это будет... Обязательным условием для общежитий является создание специальных досуговых зон. Ведь учащиеся должны проводить свободное время не только приятно, но и с пользой. Из-за создания хороших условий все большее количество студентов из других регионов желает учиться в ЖТСУ. Так, для проживания студентов на данный момент в области строится 4 общежития. Еще по 5 разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году еще приемным им ожидается очень хороший, со всех регионов, по новому формату, через электронное правительство, ЕГОВ полностью. Детально осмотрев учебные заведения и общежития областного центра, заместитель Акима Алматинской области дал ряд конкретных поручений. Он потребовал от подрядчиков закончить все основные работы до начала нового учебного года. Также Батржан Байжуманов заявил, что в погоне за временем нельзя забывать о качестве. Возведение новых объектов и ремонт действующих будет находиться на постоянном контроле руководства Алматинской области. Ануар Романгельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Новые задачи по реализации информационной поддержки всех государственных программ поставил заместитель Акима области Батржан Байжуманов и перед новым руководством телеканала ЖТСУ. В минувший четверг прошло официальное назначение. По распоряжению Акима Алматинской области им стал Серик Абекенович Царыбай. Стоит отметить, человек для нас давно известный. Серик Абекенович уже много лет на правах первого заместителя вместе с Бейсеном Куранбеком руководил каналом и стал неотъемлемой его частью. Теперь и далее вместе с родным коллективом признается Серик Абекенович продолжать славные победы мэтра журналистики своего друга и коллеги Бейсена Абаевича Куранбека и работать над новым контентом канала. Но а весь необходимый для этого опыт и талант у нового руководителя канала есть. Уроженец Алматинской области 1972 года рождения трудится в сфере журналистики более четверти века. В разные годы работал в печатных изданиях, в телефабрике, на телеканалах НТК, Южная столица, 31 канал. Был первым заместителем директора Алматы ТВ. С ноября 2014 года влился в коллектив телеканала ЖТСУ. В течение почти шести лет работал первым заместителем директора телеканала. За этот период показал себя профессионалом своего дела. Широко известен в журналистском мире Казахстана и вырастил целую прияду мастеров пера. Заместитель Акима области Батаржан Байжуманов поздравил Сирика Сырыбаев, пожелав ему побед и творческих высот на новом месте. Спасибо за оказанное доверие. Буду прилагать все усилия, чтобы телекомпания и дальше процветала. Мы совместными усилиями трудимся во благо общества уже не первый год. Согласно долгосрочным планам телеканала, выстроенным Бесин Хромбеком, планируем и дальше улучшать качество эфира. Строительство новых объектов и создание новых рабочих мест. Вот еще из главного, что будет составлять структуру посткризисной отечественной экономики. Приоритет по-прежнему остается за государственной программой «Дорожная карта занятости». Она давно и прочно заняла свои позиции и на деле доказала свою эффективность. Более 6,5 тысяч инфраструктурных проектов – план на этот год. Почти тысяча из них, а это львиная доля в разрезе регионов, будет реализована в Алматинской области, что позволит создать около 23 тысяч новых рабочих мест. Как стать участником программы и не числиться в списке безработных, на деле посмотрели мои коллеги. Дорожная карта занятости стала эффективным инструментом для борьбы с безработицей. Житель села Жеруи Куаныш Меймеров долго не мог найти работу. В настоящее время он при деле. Занят в строительстве поселковой школы. Работает арматурщиком, создавая металлические каркасы, которые впоследствии используются в железобетонных конструкциях. Здесь я работаю благодаря программе «Дорожная карта занятости-2020». Строительство – это моя стезя. Я долго сидел без работы. Теперь трудоустроен. Работаю. В Панфиловском районе по программе «Дорожная карта занятости» запланирована реализация 55 проектов. В их числе капитальный ремонт средней школы поселка Жеруик, построенный больше 30 лет назад. Трехэтажное здание рассчитано на 620 учащихся. С 5 мая здесь начались строительно-монтажные работы. На сегодняшний день выполнено 25% работ. Выделенная сумма на ремонт школы составляет чуть более 660 миллионов тенге. Завершение строительных работ запланировано на 25 августа. В строительных работах задействовано около 80 человек. 20 из них по программе «Дорожная карта занятости». Привлечены из числа местного населения. В рамках государственной программы ведется капитальный ремонт еще нескольких объектов. В их числе центральная районная больница и дом культуры. К работам на них привлечены более 130 местных жителей. Обрели уверенности в завтрашнем дне и жители села Пиджим. И не только обретя стабильную работу, но и собственными руками возводя новую поликлинику. Старое здание из-за увеличения рождаемости уже не способно справляться с наплывом пациентов. А до районного центра 18 километров. Поэтому строительство нового медицинского объекта – необходимость, продиктованная многими факторами. Наше село растет. Ежегодно в нашем селе рождается более 300 детей. У нас один из самых высоких показателей рождаемости в районе. Поэтому мы очень рады тому, что у нас теперь будет новое здание. Только в Панфиловском районе по программе «Дорожная карта занятости» реализовано 26 проектов, к работам на которых привлечены более 220 местных жителей. По области же это 1240 проектов с созданием более 27 тысяч рабочих мест. Евгения Присяжная, Жазира Исаева, Мадиба Ибасынов, Телеканал ЖТСУ. Еще одним эффективным стимулом роста занятости стала жилищная программа. В этом году в стране запланированы рекордные объемы строительства – 15 миллионов квадратных метров. А это по меньшей мере 150 тысяч квартир и домов. Алматинская область в этом одна из ведущих в стране. У нас до конца года построят 900 тысяч квадратных метров жилья. Заветной крышей над головой обзаведутся почти 4 тысячи семей. Впрочем, очередников остается еще немало. Именно для решения их вопросов президент и поручил в кратчайшие сроки запустить новую программу жилищного строительства. Ее главные ориентиры – 5.10.20 – Алматинская область уже приступила к реализации масштабной госпрограммы, старт которой намечен на 1 июля. Кто станет первыми участниками нового квартирного проекта, расскажет Ануар Амангельдинов. Одна из основных целей внедрения программы 5.10.20 – решение вопроса очередников. Потому участвовать в масштабном проекте могут люди, занесенные в очередность на получение жилья из госжилфонда. Однако и здесь есть оговорка. Получить льготный заем на покупку квартиры имеет возможность только платежеспособные очередники Акиматов. Чтобы встать в очередь на жилье, нужно собрать и предоставить перечень необходимых документов. Это удостоверение личности, справку об отсутствии жилья в течение пяти лет, информацию о доходах или подтверждение платежеспособности. Если граждане из числа социально уязвимых или многодетных семей, им необходимы документы, подтверждающие этот факт. Программа рассчитана на среднестатистического казахстанца, а потому ориентирована на заработок рядовых жителей страны. Участвовать в 5.10.20 смогут семьи с доходом не более 96 тысяч тенге на каждого человека. Реализация выдачи льготного кредитования будет производиться через одного оператора. Это Жилстрой Сбербанк. Потому желающим участвовать в программе необходимо открыть счет финансовой организации. Одной из основных особенностей 5.10.20 является то, что жилье можно купить как построенное в рамках программы Нурлежер, так и у частных застройщиков. По нашему региону, если очереднее изъявить желание купить от частных строительных компаний, это получается максимальная сумма банк может выдать до 12 миллионов. Это по региону. Например, в Алмате, Астане, там другая сумма. Например, по Алматинской области это как раз 12 миллионов максимум. По данной программе, по республике выделено 390 миллиардов тенге. Из них 108 миллиардов это на строительство. Остальное взято через Жилстрой Банк Казахстана. На данный момент в Алматинской области 6,4 миллиарда выделено. На эти деньги строится 11 домов. Это у нас в Талут-Кургане 5 домов. Один дом в Юлийском районе, а остальные в Карасайском районе. Мы планируем где-то в втором полугодии, в 2021 году, сдать в эксплуатацию. Старт реализации программы 5-10-20 намечен на 1 июля. Всего в этом году государство планирует обеспечить жильем по этой программе более 800 семей Алматинской области. Ануар Мангельдинов, Майди Байбусынов, телеканал ЖИТСУ. Вы смотрите итоговую программу АПТА. Мы продолжаем. Пандемия коронавируса нарушила летние планы большинства казахстанских туристов. Однако вместо заграничных пляжей отечественные турфирмы готовы предложить альтернативный отдых на курортах страны, в том числе и на Лакольском побережье. Сейчас здесь ведется активная подготовка к наплыву отдыхающих с соблюдением санитарных требований по профилактике COVID-19. Добраться до любимого места отдыха туристы смогут благодаря налаженным авиа- и железнодорожным рейсам. В скором времени будет сдана в эксплуатацию и новая трасса. 250 курортных зон ведут активную подготовку, чтобы встретить всех желающих. По прогнозам специалистов, подавляющее большинство среди туристов составят казахстанцы. Причиной предпочтения объектов отечественного туризма является текущая ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Открытие купального сезона все ждут с нетерпением. Его старт был запланирован на 13 июня. Но пока это остается под вопросом. Все будет зависеть от текущей ситуации с COVID-19. Однако на побережье Алаколя полным ходом идет подготовка к летнему сезону. Ежегодно сюда съезжаются туристы со всех уголков Казахстана и стран ближнего зарубежья. В прошлом году уникальное озеро посетили миллион 300 тысяч туристов. В этом, несмотря на пандемию, ожидается в разы больше. Совсем скоро до Алаколя можно будет добраться по комфортабельной трассе. Идет реконструкция дороги Талдыкурган-Усть-Каменогорск. До конца года планируется открыть движение на всем протяжении автобана. К слову, отрезок дороги от Ушарала до села Акши длиной в 64 километра уже сдан в эксплуатацию. Отдых на Алаколе стал доступнее для жителей столицы и южных регионов страны. Также благодаря ежедневным рейсам по маршрутам Нур-Султан-Ушарал, Алматы-Ушарал и Талдыкурган-Ушарал. Увеличился и состав железнодорожных вагонов по направлениям из Нур-Султана, Семея, Усть-Каменогорска и Алматы. В этом году за счёт средств местного бюджета впервые будет запущен маршрут «Джет-Ген-Достык». В настоящее время подготовительные работы ведутся на железнодорожной станции в селе Акши. Из-за сложившейся ситуации с COVID-19 большого наплыва туристов ждут и на станции Акши. Сотрудниками вокзала предприняты все меры безопасности по приёму граждан. Основным требованием к ним является наличие маски и проездного билета. Несмотря на то, что отменён чрезвычайный режим и снят карантин, согласно постановлению 9 главного санитарного врача Республики Казахстан, все предписывающие меры данного постановления на вокзале станции Акши полностью соблюдаются. В этом году из-за пандемии коронавируса большой поток ожидается у нас на озере Алакуль. В данном случае вокзал Акши готов принимать всех пассажиров. Уникальный природный ландшафт, целебная вода Алакуля и грязь с лечебными свойствами не уступают аналогам зарубежных курортов. Только за последние три года объём туристических услуг здесь вырос в пять раз. За прошедший год на побережье построено 35 новых объектов. В нынешнем прибавилось ещё 15. Также в этом году для туристов будет открыт современный парк отдыха и визит-центр. Сейчас рассматривается вопрос об открытии в селе Акши визит-центра. Визит-центра государственного национального парка Джунгар-Алатау. Все люди, которые хотят получить информацию о Джунгар-Алатау, они в визит-центре получат такую информацию. Если они захотят поехать своими глазами увидеть нетронутые места Джунгар-Алатау, они могут поехать на автобусе, организовываться автобус и будут ездить по туристским маршрутам Джунгар-Алатау. Ежегодно при поддержке областного управления туризма мы участвуем в встречах в формате B2B или «Бизнесе для бизнеса». Через такие онлайн-встречи мы решаем свои вопросы с партнёрами, подписываем договора с новыми турагентствами, а также проводим рекламу своих зон отдыха. Благодаря таким мероприятиям наш Алаколь и развивается. К концу месяца мы ждём прибытия представителей турагентств из Нур-Султана, Шумкента и Алматы на открытие сезона. Уже в полной готовности и спасательные службы. Установлены наблюдательные посты, ежедневно ведётся патрулирование местности. В настоящий момент все катера и спасательная техника у нас в полной готовности. Проводится ежедневное патрулирование местности. В этом году задействованы 13 спасателей. К счастью, количество утоплений в регионе сократилось. В прошлом году нами были спасены 46 человек. В основном несчастные случаи происходят из-за халатности отдыхающих, а также на диких пляжах. Поэтому мы выставляем таблички с предупреждениями и буйки. Убедительно просим граждан соблюдать меры безопасности при купании. Остаётся надеяться, что пандемия коронавируса не сорвёт купальный сезон, а лето казахстанцы проведут с пользой и удовольствием на прекрасном Алаколе, который, к слову, уже полностью готов принять первых туристов. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Специально для программы АПТА. Летний отдых по новым правилам пройдёт и для детей. Его старт будет зависеть от ситуации с пандемией. Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, это станет возможным в случае, если прирост заболеваемости COVID-19 в регионе не будет превышать 2%. Наша съёмочная группа узнала, как сегодня идёт подготовка к открытию сезона летнего отдыха и чем он будет отличаться от традиционного. В загородном летнем лагере Алтен-Чижа кипит работа. Проводится клещевая и санитарная обработка, а сотрудники тем временем красят, моют и обновляют инвентарь, трягут газон и даже выносят лишние кровати из комнат. В целях безопасности в этом году наполняемость отрядов в лагерях должна составлять не более 50%. Кроме того, даже за столом ребята будут сидеть на расстоянии друг от друга. В одном отряде было 30 детей, в этом году мы будем принимать по 15 детей, потому что расстояние детей должно быть минимум полтора метра. Поэтому в этом году мы только половину детей будем принимать. К городу Текили относятся три загородных лагеря – государственные Алтен-Чижа и частные – Эдельвейс и Бастау. По словам сотрудников отдела образования города Текили, в прошлом году летним отдыхом было охвачено более полутора тысяч детей. В нынешнем, учитывая обстоятельства, эта цифра будет значительно меньше. Однако это никак не должно сказаться на отдыхе детей из социально уязвимых слоев населения. Для них места уже рассчитаны. Из социально уязвимых слоев планируется охват 170 детей за счет всеобыча. Дети могут здесь не только отдохнуть, но и получить лечение при санатории. Профилактория города Текили. Списки уже подготовлены, дети уже готовятся, родители тоже оповещены. Ежегодно летним отдыхом в Алматинской области было охвачено свыше 95% детей школьного возраста. Для этого функционировали школьные, палаточные и загородные лагеря. Однако в этом году из-за пандемии летний отдых будет обеспечен только в стационарных загородных лагерях, где есть возможность соблюдать все санитарные нормы и правила гигиены. Планируется, что с 15 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке в Алматинской области в своей двери распахнут 27 летних загородных лагерей, в том числе 9 государственных. Планируем охватить детей, более 19 992 детей охватить летним отдыхом. Это в основном дети из малобеспеченных, многодетных, дети-сироты, из социальных измимых слоев населения. Если мы будем работать в возобновлении загородных лагерей, у нас наполняемость групп будет только 50%. Так как мы сказали, что прежде всего это безопасность детей. Кроме того, планируется, что с 15 июня организовать занятость и досуг 15 тысячам детей смогут 35 организаций дополнительного образования, которые пока ведут только дистанционную работу. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Будем надеяться, что все пойдет по плану и летний сезон все же состоится. Но это, впрочем, будет зависеть и от каждого из нас. Соблюдение санитарных норм, ношение масок и социальное дистанцирование – это то, что поможет всем нам остановить пандемию и как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни. Ну а как далее будут развиваться события, расскажем вам уже ровно через неделю. В это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok